Сейчас мы немножечко поговорим, в чем преимущество вот этого личного бренда. Я думаю, что вполне логичным напрашивается такое решение взять ситуацию под контроль, взять ситуацию в свои руки, потому что таким образом вы можете на этом рынке личностей позиционировать себя четче, конкретнее, грамотнее и, как сейчас, знаете, бизнесмены говорят, отстроиться от конкурентов, потому что далеко не все люди выстраивают свой личный бренд осознанно, и личный бренд, это да, это про публичность, но при этом это больше, это, знаете, это можно назвать его таким нематериальным активом. Вот что я имею в виду, может быть, знаете, вы сталкивались или там читали, ну вы можете себе представить такую ситуацию, когда человек, например, у него такой очень хорошо раскрученный вот этот личный бренд, то есть у него, что называется, есть имя, знаете, в социуме еще иногда говорят, у него есть имя. И вот представьте, что этот человек, например, создает какой-то бизнес, и этот бизнес прогорает, да, то есть этот бизнес у него разваливается, у него не получается, и он с какой-то вот вершины, он скатывается в самый низ. Так вот, если у человека действительно есть имя, а это репутация, это связи, это кредит доверия, который есть у ваших клиентов к вам, у ваших партнеров к вам, у вашего окружения, даже у ваших друзей, то есть вот если у вас есть этот резерв, то человек, даже если он очень сильно там как-то упал, я имею в виду финансово, да, например, там, он довольно быстро может подняться, потому что у него уже вот есть вот эти наработки, и он легко, то есть ему легко получить какие-то там, я не знаю, какую-то материальную помощь, ему легко получить поддержку, ему легко выйти на этих же самых клиентов. Это в том случае, если вот это вот падение, оно, например, было финансово, но при этом имя человека не пострадало, если вы начинаете выстраивать свой личный бренд осознанно, это совершенно не значит, что вы вообще должны быть полностью зажаты вот этим вот брендом, вы не имеете права совершить какую-то ошибку, вы не имеете права быть неточным каким-то, да, мы на прошлом уроке говорили, что нужно себя контролировать, да, не нужно ляпать чего-то лишнего, да, нужно понимать, что на вас устремлено большое количество глаз, да, нужно очень сильно фильтровать то, что вы говорите или пишете в социальных сетях, но это не значит, что вы не можете ошибаться вообще в принципе. Более того, иногда какая-то ошибка может наоборот даже сработать на вашу репутацию, повысить лояльность в глазах вашей аудитории или ваших клиентов или ваших, там, не знаю, там, ваших подписчиков, да, просто это еще больше покажет им, что вы живой человек, и если вы при этом искренне, и если вы при этом открыты, и если вы при этом искренне делитесь своими переживаниями с вашими подписчиками, например, да, и вы признаете свои ошибки, и вы рассказываете о них искренне, честно, то наоборот это может добавить вам в копилочку дополнительных бонусов, поэтому не боимся, не думаем, что теперь вы будете, вот знаете, в рамках своего вот этого личного бренда жить, как, знаете, как в такой вами же созданной тюрьме. По большому счету личный бренд это такая упаковка личности, личность у нас уже есть, даже если вам она кажется неинтересной, знаете, есть такое мнение о личном бренде, что вообще это история про ярких личностей, и на самом деле я могу вам сказать, что ну да, ну так оно и есть, и за примерами, знаете, далеко ходить не надо, не надо думать, что личный бренд это какое-то, знаете, недавнее изобретение человечества, хотя сейчас тенденции таковы, что сейчас наоборот вот фокус, наоборот на личность, и все время говорю, что это наше время, время художников, потому что когда мы еще говорили, что на арт-сцене существует большое количество персонажей, я еще очень сильно делала акцент на том, что каждый из них личность, да, и художник особенно личность. При этом в социуме существует такое вот убеждение, и на самом деле, может быть, это такой, знаете, даже немножечко кредит доверия, который немножечко превосходит наши возможности, в обществе всегда существует такое убеждение, что художник это что-то особенное, это что-то яркое, это что-то необычное, мы, знаете, такие экзотические бабочки в обществе, и вы можете не чувствовать себя таким, и вы можете сказать, что ну нет, тогда это вот не моя история. Во-первых, я не хочу выходить из своей скорлупы, во-вторых, я не хочу, я не могу быть ярким, и тут я хочу сказать вам такую вещь по поводу выходить из своей скорлупы. Ребята, придется, придется, потому что это, знаете, времена изменились, вы не сможете сделать каких-то действительно добиться серьезных результатов, если вы не будете уделять этой вот части вашей жизни, не будете уделять должного внимания.